а также для защиты войск, населения и объектов тыла государства от воздействия средств поражения противника. Также используется слово и словосочетание укрепления или оборонительное сооружение, разработка и конструкции. Технологии и способов возведения и использования полевых и долговременных фортификационных сооружений занимается фортификация вида и типы. Фортификационные сооружения делятся на следующие виды и типы. Долговременное оборонительное сооружение, полевое оборонительное сооружение и так далее. Комплексы укреплений называются укрепленной линией укрепленным районом. Примеры бартизанов средневековой фортификации – сторожевая башня, располагавшаяся между двумя башнями на бруствере или парапете куртины оборонительной стены. В бастионных крепостях бартизана – сторожевая башенка на углу бастиона и других укреплений. Гипы – деревянные оборонительные ограды древних, состояли из бревенчатого палисада, иногда несколько наклоненного внутрь, позади которого устраивались подмостки на высоте около трех футов от верхнего края так, чтобы можно было защищать наружную подошву стены. Тараз – клейтись стволов деревьев, набитая камнями, имитация крепостной стены. Дун – две плетеных изгородей, заполненных между собой плотно набитой землей. Возводились дуны на островах шотландских и ирландских болот, позже – любая каменная стена и другие. Дун – две плетеных изгородей. Продолжение следует...